В рамках нацпроекта здравоохранения продолжается строительство нового корпуса областной детской больницы. Стоимость объекта больше 2,5 миллиардов рублей. Сотни миллионов пойдут и на техническое оснащение здания. Что разместится в четырехэтажном корпусе и почему он так важен и для медиков, и для пациентов, расскажет Алексей Карельский. Они могли бы работать и ночью, но сон маленьких пациентов надо беречь. Эти трактора, экскаваторы и своебойные машины задают ритм строительству нового лечебно-диагностического корпуса детской областной больницы. Здесь будет многопрофильный педиатрический стационар на 40 коек, отделение онкологии, гематологии, операционный блок и отделение реанимации. Строительство и оснащение нового корпуса обойдется федеральному и отчасти областному бюджету почти в 3,5 миллиарда рублей. Возведение объекта взял на лишний контроль губернатор Александр Цибульский. Сегодня он в прямом смысле поближе познакомился с проектом. Здание соединит переходами все корпуса больницы. В нем будет создан единый приемный покой. Пока в учреждении их два – хирургический и педиатрический. Мы дублируем и медицинский персонал, и медицинское оборудование. И вообще, маркетизация пациентов не очень удобная. С переездом специалистов и оборудования в новый корпус освободятся помещения в ныне действующих. В качестве варианта их использования предлагается, например, создание пациент-отеля – бюджетной альтернативой дорогим гостиницам для тех, кто приезжает на лечение вне стационара. Глава региона идею поддержал. Нам надо наши такие базовые центральные медицинские учреждения обязательно планировать с какой-то инфраструктурой размещения пациентов. Это может быть пациент-отель или какие-то общежития такие современные, хорошие, где мы могли бы именно размещать наших пациентов, родителей наших маленьких пациентов, когда они приезжают, если вдруг это в жизни надо, на такое долгосрочное лечение. Впрочем, предметно говорить о реализации этой идеи можно будет только по завершении строительства нового корпуса, пока оно на нулевом цикле. Сейчас заканчиваем забитие шпунтовой стенки, начали свайные работы, организация свайного поля, заканчиваем устроиться котлованом, поэтому сейчас все по графику ведем. И в следующем месяце начинаем уже заливку нулевого цикла бетона. Возведение бетонной коробки обещают завершить к концу года. Наполнение ее инженерными системами, как и сдача всего объекта, запланировано на 2022. Алексей Корельский, Денис Линчевский, Регион 29.